Денег нет, а терпение на исходе. Работники «Чувашавтотранса» не вышли в рейсы из-за долгов по зарплате. Проник в детский лагерь и попытался надругаться над девочкой. Трясло ее все. И вот тогда она мне сказала, что был плохой дядя, нехороший. «Чуваши» вынесли приговор по громкому делу. Отслеживать дорожную ситуацию в онлайн-режиме. Мы можем в автоматическом режиме дорожного движения регулироваться. Чебоксарские депутаты ознакомились с работой городского центра управления дорожным движением. Интернет-портал о легендарном Камдиве. Ни в одного музея своего сайта толком не было. В республике отметили 130-летие со дня рождения Василия Чапаева. В Чебоксарах на этой неделе около 300 сотрудников государственного унитарного предприятия «Чувашавтотранс». Это водители и кондукторы не вышли в рейс. Люди, что называется, дошли до точки кипения. Почти пять месяцев им не платят деньги. Общая задолженность предприятия по зарплате, по данным Минтранса, республики превысила 65 миллионов рублей. 37 из них приходится на Чебоксарское ПТП. Главное требование протестующих – полное погашение долгов по зарплате. Подробности у Екатерины Храмкиной. Последний раз мне зарплату выдали сентябрьскую. Остатки 1248 рублей с копейками. Ну и 3000 к Новому году. Из них мне надо кредит платить 9400. Меня нужда заставила, я бы не брала этот кредит. Потом квадрата 4000, газ антенна 1000. И кушать тоже хочется. Четыре месяца мы не получаем ни копейки. У людей, у всех семьи. Вы сами понимаете. Дети. ЖКХ оплачивать надо, еду покупать надо. Ну, сами это все. Мы хотим, еще раз повторю, донести вот эту беду до всего общества. Потому что не сегодня, а завтра наше предприятие полностью развалится. Некоторые трудятся в Чувашавтотрассе целыми семьями. Говорят, чтобы приехать на работу, занимают деньги у соседей и родственников. Однако, как бы слезно не просили чебоксарцы у руководства свои кровно заработанные, Чувашавтотранс сейчас не может самостоятельно погасить всю задолженность. Текущей выручки едва хватает на оплату топлива и коммунальных услуг. Количество пассажиров, перевезенных автобусами Чувашавтотранса за последние 4 года, снизилось на 22%. Выручка, соответственно, тоже упала. Но, несмотря на это, в прошлом году по отраслевому соглашению с профсоюзной организацией, зарплата работникам предприятия была увеличена. Вот только выплатить ее не хватило средств. Выпадающие доходы по перевозке льготных категорий граждан по Чувашавтотрансу ежегодно составляют порядка 120-140 миллионов рублей. Возмещение из бюджета в 2016 году, конечно, было порядка 134 миллионов. В 2015 году возмещение было порядка 70 миллионов. Сами сотрудники Чебоксарского ПАТП винят в сложившейся ситуации еще и огромное количество частных перевозчиков, появившихся в последнее время. Пассажиропоток уменьшается. И даже вот тот минимум, который еще остался в городе, забирается по большей части маршрутками. Но это же фактически воровство, когда маршрутные владельцы набивают частные карманы, забирая деньги, которыми мы могли бы ЧПАП просто-напросто как-то худо-бедно содержать. Без дотации это предприятие, оно существовать никак не может. И вот этот вопрос должны решить они там, на верхнем уровне. Людей беспокоит еще и то, что в республике опять вакантно кресло министра транспорта. За последние два года сменились уже три руководителя. Глава региона поручил правительству составить план финансового оздоровления Чуваш-Автотранса. Подписать его должен генеральный директор предприятия. Однако и на этом посту сейчас никого нет. Следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело из-за несвоевременной выплаты зарплаты. На предприятии будут изъяты бухгалтерские документы. Будем наказывать всех тех, кто бездействовал просто и кто волокитил, соответственно, вплоть до освобождения с занимаемых должностей. В ином случае банкротство будет Чуваш-Автотранса. Надо принимать превентивные меры. Это по компетенции наша ответственность в целом кабинета министров. Екатерина Храмкина, Константин Козлов, Вести Чебоксары. Отмечу, что правительством Чуваши уже принято решение о выделении предприятию субсидий из регионального бюджета на погашение задолженности по заработной плате. Между тем, на этой неделе Республиканское министерство транспорта, которому и под ведомством Чуваш-Автотранс, лишилось своего руководителя. Указ об освобождении Михаила Резникова от должности подписал Михаил Игнатьев. О причинах, по которым министр покинул пост, официально не сообщается. Однако непростая финансовая ситуация, в которой оказался крупный пассажироперевозчик, видимо, сыграла свою роль. Кроме того, ранее Михаил Резников подвергся критике со стороны главы республики за слабое освоение дорожного фонда. В прошлом году в нем остались почти полтора миллиарда рублей. Напомню, что Михаил Резников проработал в должности министра транспорта 8 месяцев. До этого еще полгода он был вице-премьером республиканского правительства. Социальные вопросы в центре внимания. На этой неделе в приемной президента России в Чувашии работала горячая телефонная линия. На звонки жителей республики отвечали руководители сразу нескольких ведомств. Министерство труда и социальной защиты, Минздрава, Пенсионного фонда, Медико-социальной экспертизы и фондов социального и медицинского страхования. Добрый день. Вы дозвонились на прямую телефонную линию приемной президента Российской Федерации в Чувашской Республике. Вопросы самые разные. От необходимых условий для присвоения звания ветеран труда до порядка предоставления различных выплат. Вот больной вопрос. Нам инвалидам давали на социальные нужды 736 рублей, а теперь стали 200 рублей. Сказали, что остальные пойдут на квартлату, но туда перечисляют 100 рублей. Почему? Фиксированные выплаты, отвечают специалисты, действовало до января 2016 года. Сейчас республиканское законодательство приведено в соответствии с федеральным. И сумма, которая начисляется, получена путем расчетов. Инвалидам предоставляется 50% компенсации затрат на коммунальные услуги, но в пределах норм потребления. Только расчет идет по данным, представленным управляющими компаниями. По каждому льготному гражданину, в частности по инвалидам, управляющим компаниями, либо другими организациями, которые являются поставщиками коммунальных услуг. Жители Чебоксара интересуются, почему нет прежних льгот на общественный транспорт. Особенно волнуются дачники, чьи участки находятся за чертой города. Вы берете проездной билет для граждан, который стоит на троллейбус 700 рублей, на автобус 750 рублей. И вам компенсируют эти затраты, конкретно вам, частично и практически получаются стоимость того же проездного билета, который вы раньше приобретали и пользовались в прошлом году. Относительно поездки на дачные участки, этот вопрос еще рассматривается. Возможно, будут какие-то изменения, мы обязательно вам об этом сообщим. Много вопросов задавали и по ежемесячной выплате ветеранам труда. Как пояснили в ходе горячей линии, есть льготы и для работающих пенсионеров. Ветеранам труда работающих выплачивается денежная компенсация за услуги связи. Если у вас есть квартирный телефон дома, то денежная компенсация за пользование квартирным телефоном будет предоставляться. А ежемесячная денежная выплата, ЕДВ, которую мы называем 1100 рублей с этого года ветеранов труда, она выплачивается после прекращения трудовой деятельности. Специалисты отвечали на вопросы в течение двух часов. В общей сложности рассмотрели свыше 30 обращений, ряд из которых был взят на особый контроль. Лидия Галаксенова, Павел Иритков, Вести Чувашия. Чувашия вынесли приговор мужчине, который пытался надругаться над девочкой в детском лагере. Это случилось утром 22 августа прошлого года. Почему ребенок оказался один в палате, где в это время были взрослые? Как посторонний смог проникнуть в корпус? И, наконец, какое наказание мужчине назначил суд, расскажет Мария Никифрова. Тот день в лагере «Салют» начался рано. В 5 утра из палаты в одном из корпусов выбежала напуганная 8-летняя девочка. Она звала на помощь старшего воспитателя. Трясло ее все. И вот тогда она мне сказала, что был плохой дядя, нехороший, которого очень сильно воняло, который к ней, в общем-то, ну как бы так приставал. Позже выяснится, нехороший дядя – это 39-летний предприниматель, сам отец двоих несовершеннолетних детей. Находясь в нетрезвом состоянии, на своей машине он подъехал к лагерю. На этих кадрах с авторегистратора видно, что мужчина осторожничал, поэтому припарковал автомобиль в густых зарослях. Затем тайно проник через ограждение на территорию лагеря и прошел в один из корпусов, где незаконно проник в помещение, где находилась 8-летняя девочка, которая в этот момент спала. После этого он стал совершать в отношении ее действия сексуального характера. Девочка от шороха проснулась и успела запомнить лицо злоумышленника. Она попросилась в уборную, после чего успела сообщить о произошедшем вожатым. В это время злоумышленник успел скрыться с места преступления. Кадры видеонаблюдения зафиксировали, как он выбегает из корпуса. Но почему девочка оказалась в палате одна, в то время как в соседних комнатах спали по 3-4 ребенка? И вообще, где в это время была охрана? Сторож пошел территорию смотреть, он не видел. А он спокойно в это время, ну то есть разминулись. Родительский день был. И многих детей увезли, ну, домой. На ночь, так скажем, заявление писали, отпросились. И в этот день Катя оставалась одна в комнате. Он прошелся почти по всем комнатам, спокойно, тихо так. Видел, где девочки были по трое, где по двое. То есть девочки даже мне потом рассказывали. Он у нас в корпусе провел полчаса. Мы решили проверить, насколько сложно тайно проникнуть на охраняемую территорию лагеря. Понятно, что сейчас зима, и здесь абсолютно безлюдно. Но даже если бы и была охрана, настораживает то, как ограждена эта территория. Даже в зимней одежде мне не составляет особого труда забраться на этот невысокий забор. Понятно, что летом это сделать еще проще. Уровень безопасности в этом лагере обсуждают на известном в республике интернет-форуме. Я там наблюдал старенький забор с дырками. Охрана может быть в виде традиционного дремлющего старичка-бровичка. Сразу бросилось в глаза, что при входе никого нет. И не проверяют, и не спрашивают документов. Охранника вообще не было. Можно было спокойно зайти и выйти. Как-то неорганизовано. Вожатые где-то носятся, дети предоставлены сами себе. У них дверь была заперта, так как у них туалет внутри. А во всех остальных корпусах туалеты на улице. Поэтому двери и открыты ночью. Вообще ужас какой-то. Сейчас директора лагеря привлекли к дисциплинарной ответственности. Расторгли договор с охранной организацией. А обвиняемый прошел судебно-психиатрическую экспертизу. Его признали вменяемым. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. С выплатой компенсации девочки в полмиллиона рублей. Отдельно ему придется ответить за вождение машины в нетрезвом состоянии. Кроме того, суд наложил арест на его имущество стоимостью в миллион рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу. Мария Никифорова, Михаил Солин, Вести, Чувашия. Как продвигается строительство надземного перехода на Морпосадском шоссе и как работает Центр управления дорожным движением, на этой неделе решили выяснить депутаты Чубаксарского городского собрания. Они регулярно выезжают с проверками на различные объекты. Весь город как на ладони. На одном экране карты, на другом в режиме онлайн можно отслеживать все автомобильные потоки. В Чубаксарах 123 светофора. Система, установленная в Центре управления дорожным движением, позволяет контролировать состояние сигнальных устройств и даже дистанционно вмешиваться в их работу. Для того, чтобы в городе было меньше пробок, на дорогах также были установлены специальные детекторы транспорта. Детекторы транспорта, про которые я говорил, учитывают количество транспорта в конкретный промежуток времени на участках уличной дорожной сети. Исходя из загрузки, как я уже сказал, мы можем в автоматическом режиме дорожное движение регулироваться. Налажена совместная работа с единой дежурно-диспетчерской службой. В случае аварии, серьезных заторов и чрезвычайных ситуаций информация из Центра управления дорожным движением сразу же поступает в ЕДДС. Кстати, сейчас здесь также задумываются о закупке видеодетекторов. В настоящий момент наши детекторы позволяют только считать количество транспорта. Есть потребность, скажем так, еще и классифицировать проезжающий транспорт на легковые, грузовые, автобусы, по таким вот критериям. Поэтому видеорегистраторы позволяют это осуществлять. Депутаты также ознакомились со строительством. Надземного перехода на Морпосадском шоссе. Работы здесь ведутся уже больше полугода. Задержка, по словам строителей, произошла из-за некачественного проекта. Проект разрабатывал самарская фирма «Инженер». Почему-то качество очень плохое было. В частности, не было в проекте разработано конструкции перекрытия мостового перехода. Не было разработано конструкции каркаса. Корректировку проекта мы сделали за свой счет. На данный момент переход уже возведен. Все коммуникации подведены. Остались только внутренние отделочные работы. Рабочие заверили, если позволит погода, они завершат строительство в течение месяца. Наталья Егорова, Леонид Петров, Виктор Степанов. Вести Чуваше. В Чуваше на этой неделе отметили 130-летие со дня рождения нашего земляка, легендарного комдива Василия Ивановича Чапаева. В Чебоксарах прошел митинг в честь героя гражданской войны. В столицу республики приехал проправнук самого Чапаева. Наша телерадиокомпания не осталась в стороне от этого события. Специально к юбилею комдива мы подняли уникальные телевизионные архивы середины прошлого века. В селе Будайки родился герой гражданской войны Василий Иванович Чапаев. Такой нынешнюю улицу Гагарина еще помнят пожилые чебоксарцы. Сейчас это центр столицы Чувашии. И не каждый студент может сказать, зачем здесь лежат эти глыбы. На этом самом месте 130 лет назад стоял дом, в котором родился легендарный Василий Иванович. Впоследствии сруб перенесли на территорию Чебоксарского музея Чапаева. За последние 40 лет его посетили 5 миллионов человек. В Чебоксарах с именем Чапаева связано многое. Улица, сквер, поселок и даже завод названы в его честь. Кстати, Будайка также осталась в топонимике города. Есть небольшой микрорайон, остановка общественного транспорта и даже магазин с таким названием. А вот памятник Василию Чапаеву появился в Чебоксарах благодаря работникам завода, которому впоследствии присвоили имя легендарного комдива. До этого монумент стоял на ВДНХ в Москве. В Москву была делегирована комсомольская бригада и уговорили руководство выставки ВДНХ привезти этот памятник в Чувашию, в Чебоксаре. И в 1959 году этот памятник оказался на нашем предприятии. Но так как имя Чапаева, оно все-таки принадлежит народу Чувашии, народу всей республики, поэтому решили памятник поставить на том месте, где он по сегодняшний день и находится. В Чебоксары приехал праправнук Василия Чапаева, Александр. К 130-летию предка он подготовился основательно. Вместе с друзьями создал интернет-портал, объединяющий все музеи Чапаева. Всего их пять, в том числе и чебоксарский. Данная идея появилась, потому что ни одного музея своего сайта толком не было. Если музей будут делать свои собственные сайты, будет разрознена информация. Здесь это будет информационно-исторический портал, достаточно интересный, полный. Возможно, сайт поможет россиянам лучше узнать личность и биографию Чапаева. Ведь не имея военного образования, Василий Иванович лихо вел за собой целую дивизию. Еще в Первую мировую войну он стал полным георгиевским кавалером, о чем старались умалчивать советские историки. Нашим землякам повезло, ведь в Чувашии хранятся уникальные воспоминания людей, которые Чапаева знали лично. Сверстники и друзья детства Василий Иванович, Александр Константинович Федоров и Тимофей Алексеевич Кузнецов хорошо помнят, как в таких же вот снежных баталиях ими верховодил будущий народный герой. Екатерина Храмкина, Михаил Солин, Вести Чебоксары. Мы прервемся на рекламу, она не будет долгой. Смотрите во второй части программы. Жаркая дискуссия о коммунальных отходах. Сегодня можно загнать перевозчиков в такой угол, что в марте месяце вывозить никто не будет. В Чебоксарах обсудили тарифы на вывоз и утилизацию мусора. Почувствовать себя выпускником. Если нормально учиться, все решаемо. Нет таких золушных заданий, все понятно. Родителям предоставили возможность дать единый госэкзамен. Покорили европейского зрителя постановкой «Золушки». Не всякому даже столичному этапу удается вывезти за границу на гастроли какие-то авторские работы. Артисты Чуварского театра оперы и балета вернулись с зарубежных гастролей. Ярчайшая звезда шансона. Утонченная и неповторимая Ирина Круг. 23 февраля. ДК «Тракторостроителей». Справки 380208 и накаконцерт.ру. 26 февраля. Культовый спектакль «Служанки». Постановка Романа Виктюха. Справки 380208 и накаконцерт.ру. 18+. 27 февраля. Звезда голоса. Уникальный тембр, неповторимый образ. Яркая и неподражаемая «Наргиз». Справки 380208 и накаконцерт.ру. 18 февраля. Долгожданный концерт «Валерия» с новой программой. Справки 380208 и накаконцерт.ру. Ее голос завораживает. Она прекрасна и неповторима. Елена Ваенга. 13 марта. На сцене ДК «Тракторостроителей». Справки 380208 и накаконцерт.ру. 12 февраля во дворце Ухсая мужской патриарший хор Данилова монастыря с программой «Музыка души и сердца». 21 февраля. На сцене дворца Якова Ухсая. Долгожданный концерт королевы русской песни. Надежды Кадышевой и ансамбля «Золотое кольцо». Справки 676501. 26 февраля. Дворец Ухсая. Легенды 70-80-х. Артисты Веа. Ариэль. Добрые молодцы. Лейся песня. Карнавал. Шестеро молодых песняры. 3 марта. ДК имени Ухсая. Мастер и Маргарита. Легендарный спектакль по великому роману Михаила Булгакова. Требуются водители на межгород. Телефон 44-47-14. Су-5 Дорис. Для работы в Якутии требуются инженеры, геодезисты, мастера, прорабы, машинисты автогрейдера, машинисты бульдозера. Зарплата от 55 тысяч рублей. Телефон 30-83-79. Компании требуются энергичные менеджеры по продажам рекламного времени, телевидение и радио. Обучение. Официальное трудоустройство по итогам аттестации. Осталось два вакантных места. Резюме на адрес электронной почты. А-38-60-61. Собака. Мейл.ру В эфире события недели. Спасибо, что вы с нами. Продолжаем. И вновь о тарифах на вывоз мусора. Насколько повысится стоимость услуг по сбору, транспортировке и утилизации коммунальных отходов. На этой неделе этот вопрос обсудили в Доме правительства. За круглым столом собрались чиновники, представители управляющих компаний, предприятий ЖКХ и общественных организаций. Множество цифр, различные методики, расчетов и экономические обоснования. Удалось ли участникам встречи прийти к общему знаменателю об этом в нашем сюжете. Чуваши в этом году должны перейти на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. В республике, как и в других субъектах страны, появится региональный оператор. А вывоз мусора и заключение договоров на эту услугу планируется сделать централизованным. Действующим законодательством предусмотрен переход к новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами и формированию единого тарифа по обращению с ТКО. В составе которых будет учитываться расходы по сбору и вывозу и утилизацию захоронений ТКО. До 1 февраля цена у мусороперевозчиков была 200 рублей за 1 кубометр. При этом 85 из них они отдавали за утилизацию мусора на полигоне ТКО в Новочебоксарске. Однако сейчас тариф на захоронение там отходов вырос и составляет 2062 рубля 33 копейки за тонну. Это произошло в связи с тем, что полигон и два мусоросортировочных завода заработали в полном объеме. И в соответствии с единой территориальной схемой обращения с отходами, учет теперь ведется только в тоннах. Этими изменениями воспользовались мусороперевозчики и взвинтили цены на свои услуги до 500 рублей за кубометр. В республиканской службе по тарифам, проведя расчеты, с таким резким ростом не согласились и предлагают умерить аппетиты мусорных королей. 340 рублей за кубический метр с ростом 70% к величине 200 рублей были рассчитаны, исходя из предлагаемых утверждениями строя МЧУ ваше нормативы накопления на твердокоммунальные отходы. У перевозчиков мусора своя арифметика. Топливо дорожает, запчасти на машины тоже. А тут еще и управляющие компании переходят в режим жесткой экономии. После 1 февраля все управляющие компании перешли вместо 5-ти разовых вывозов на 3, на 4, на 2 убрали часть контейнеров. Сегодня можно загнать перевозчиков в такой угол, что в марте месяце вывозить никто не будет. Нюансов на самом деле немало. Например, до сих пор нет утвержденных нормативов, сколько весит 1 кубометр мусора. А на полигоне ТКО отходы принимают по весу. Более того, в разное время года куб мусора может весить по-разному. Чебоксарские власти даже провели специальные замеры. Мы вышли на показатель 1 куб 118 килограмм. Мы всего замерили 735 кубов, взвесили, оказалось 87 тонн. Сегодня мусор сухой, весной, летом и осенью вес мусора совершенно другой. Он может быть в полтора, а то и в два раза больше, чем сегодня. И 1 куб будет весить 150-200 килограмм. Интересно, что кроме чебоксарского предприятия спецавтохозяйства, другие мусороперевозчики экономически обоснованные данные о стоимости своих услуг так и не представили. Хотя на совещании выступали громко и безапелляционно. Республиканская служба по тарифам напоминает, возможность подать свои цифры у компании еще есть. Только после этого будет определена конечная цена на сбор и вывоз отходов. От этого напрямую зависит, насколько изменятся и цифры в платежках за коммунальные услуги. Сергей Янин, Павел Иритков, Вести, Чувашия. Во всей России на этой неделе ЕГЭ сдавали взрослым, разумеется, добровольно. Проверить свои знания по русскому языку пригласили всех желающих. В Чебоксарах пунктом проведения экзамена стало училище Олимпийского резерва на школьном проезде. Взрослые показали паспорта, сдали телефоны, прошли проверку металлоискателям. Все как на настоящем ЕГЭ, чтобы почувствовать себя выпускниками. В аудитории не больше 15 человек. На столах только вода, ручка и паспорт. Условия максимально приближены к реальным, но высеченном варианте. На выполнение заданий всего 30 минут. Впервые в этом году на ЕГЭ все контрольно-измерительные материалы будут распечатывать в классах на глазах у учеников. Это и экономия бумаги, и оперативность. Родителям показали, что процедура занимает не больше 10 минут. Мне кажется, что очень высокий уровень организации проведения экзамена. И так как дети достаточно осведомлены, и у них есть определенные инструкции до того, то особого стресса не должно возникать, связанного с процедурой. Дочь Алексея Киселева учится в 8 классе, но папа уже сейчас думает о том, как она будет сдавать ЕГЭ. Чтобы развить свои опасения, Алексей решил сам пройти экзамен. Со школьной программой знаком хорошо. Уроки с ребенком делает регулярно. В принципе, ничего сложного. Ну как, если знание, если нормально учиться, все решаемо. Нет таких-таки залученных заданий, все понятно. Организаторы рассчитывали, что акция вызовет интерес прежде всего у родителей будущих выпускников. Однако написать ЕГЭ по-русскому пришли общественники, журналисты и педагоги. Министр образования республики тоже сел за парту. Задания, значит, даны нам в рамках всех вот этих образовательных стандартов, то, что есть в учебниках и ничего лишнего. Поэтому мне вот не совсем было сложно, потому что я, значит, филолог по образованию и, может быть, поэтому. Но, тем не менее, было интересно отвечать. Я очень уважал тех ребят, которые получают 100 баллов. Это, конечно, вот по... Я, скажем честно, могу сказать, я не смог ответить на все вопросы. Потому что, я думаю, что даже на тех, которые ответили, у меня тоже есть некоторые сомнения, правильно ли я ответил. И вот эти вот 100-бальники, это выдающиеся люди. В Чебоксарах ЕГЭ сдавали всего лишь 23 человека. Организаторы отмечают, людей было бы больше, если бы акция проходила в выходные. В Министерстве образования Чувашии намерены повторить этот опыт и в следующем году, чтобы ни у детей, ни у родителей не было страха перед ЕГЭ. Надежда Андреева, Александр Яковлев, Вести Чебоксары. В Республиканской детской клинической больнице на этой неделе после капитального ремонта открыли отделение детской онкологии и гематологии. Оно единственное в Чувашии. Юные пациенты лечатся здесь месяцами, и очень важно было создать для них комфортные условия. Для самого маленького пациента Стёпы игровой спортивный уголок – любимая комната. Здесь малыш учится распознавать фигурки и цвета радуги. У ребёнка обнаружили наследственную гемолитическую аномию. На днях мальчику исполнится годик, и свой первый день рождения Стёпе придётся встретить в стенах больницы. Мама мальчика признаётся, после ремонта находиться в палате стало намного комфортнее. Здесь сейчас и стены светлые, и обстановка другая, и детишкам здесь очень нравится, и нам, а нам, главное, и родителям, чтобы детям всё было хорошо в условиях, соблюдались хорошие. После капитального ремонта в отделении появилась собственная кухня. Здесь родители могут приготовить еду себе и малыша. А для детей созданы такие условия, в которых ребята хоть ненадолго, но отвлекаются от сложного и длительного лечения. Стены коридора красочно расписала художник Ирина Сердюкова. Она добровольно отозвалась помочь отделению. Чтобы как-то украсить отделение, чтобы сделать приятное детям, мы советовались с психологом, долго обсуждали, какие варианты рисунков мы будем использовать. И выбрали такие рисунки, которые поднимали бы настроение и улучшали бы самочувствие деток, которые долгое время здесь проводят. Капитальный ремонт отделения онкологии и гематологии детской больницы выполнили в кратчайшие сроки, за полтора месяца. Здесь заменили все коммуникации, системы канализации и электроснабжения, обновили пол, потолок и стены. Отделение рассчитано на 35 мест. Сейчас здесь лечатся 15 ребят. Самая главная задача, которую мы ставили при проведении ремонта, это прежде всего создание комфортных условий пребывания детей и матерей. Хочет хотелось бы обчеркнуть, даже в палатах, где находятся дети, они все время могут видеть эти прекрасные веселые рисунки. На капитальный ремонт отделения ушло около 3 миллионов рублей. Это собственные средства учреждения, а игровую комнату подарили спонсоры. Елена Михайлова, Вадим Владимиров, Вести Чуваше. В музее Чувашской вышивки открылась серебряная кладовая. Так назвали зал, где выставлены старинные украшения чувашских женщин, а также клады и монеты. Многие десятилетия они хранились в фондах Национального музея и очень редко экспонировались. Одной из первых в серебряной кладовой побывала наш корреспондент Ольга Петрова. Пули, непробиваемые двери, бронированные стекла витрин, сигнализация. Эта серебряная кладовая отвечает всем современным музейным требованиям по хранению особо ценных экспонатов. Помещение небольшое, но и посетители сюда будут пускать маленькими партиями, как в настоящую сокровищницу. В республике наконец появился специальный зал, где можно выставлять ювелирные коллекции лучших музеев России. Проект заключается в том, что еще и воплощение идеи соседского проживания разных народов. Поэтому часть музейной, она будет оставаться. Может быть, она будет корректироваться от размера приезжающей выставки, но тем не менее, какие бы разными коллекции мы не были, мы хотим сказать о том, что мы вообще-то народ нации одной страны. В центре национальное древо, а в витрине под ним всегда будут выставляться самые старые экспонаты. Это своего рода корни, из которых выросло современное ювелирное искусство. Плафон и фриза на стенах меняют цвет, и в зависимости от характера экспозиции серебряная кладовая может выглядеть по-разному. Кстати, создавали ее на грант главы республики. Сейчас в музее решают, какие головные уборы и нагрудные украшения войдут в экспозицию. В основном все они родом из XIX века, но вот отдельные элементы могут быть гораздо старше. Встречаются монеты, тухланки, или еще их в литературе называют нухратки. Они джуджитские, золотардынские монеты. То есть они были где-то во времена и Волжской Болгарии, и после Волжской Болгарии. Вот эти пластинки, нухратки, тухланки, они встречались где-то в X-XIII веке. И поэтому они собирались, в семьях складывались, и потом, значит, изготовляли такие украшения. Волжская Болгария была в торговых отношениях со многими странами Средиземноморья, Индийского океана. Поэтому появляются вот такие монеты, бусинки, сердолик камень, там мы увидим и сапфиры, и различные камни, жемчуга. И вот также интересный вот такой элемент, это называется моллюски, раковины, каури. То есть это когда-то были живые существа. Как говорят работники музея, это логично, выставить украшения рядом с вышитыми костюмами. Посетители кладовой смогут увидеть около 50 драгоценных экспонатов из фондов Национального музея. Правда, сейчас в витринах не только старинные головные уборы, но и современные украшения, созданные на основе суваро-булгарских мотивов. Это авторская работа самого известного художника-ювелира Чувашии Владислава Николаева. Они все сделаны на основе оберегов. Есть подвески в виде лунниц, в виде гусиных лапок, там это все сделано как бы, но в то же время в традициях, переработанных тех времен. Серебряную кладовую решено было открыть выставкой Николаева. А он решил показать чебоксарцам не только женские серьги и подвески, но и награды, достойные украсить грудь любого мужчины. Владислав Николаев, автор медалей и почетных знаков Чувашии. А вот эти награды только кажутся старинными. На самом деле таких орденов в Российской империи не было. Это фантазия художника, какими бы он сделал кресты и медали, если бы работал в ту эпоху. В их основе, конечно, серебро. Раньше любил золотом работать и с другими металлами. Но сейчас я влюблен только в серебро. Серебро – это металл нашего народа. Раньше вот с древности говорили, это как бы суваро-чуваши, это ходили в белом и в серебре. Так что серебряная кладовая будет хранить не только драгоценные изделия, но и легенды, связанные с древними предками чувашского народа. Ольга Петрова, Павел Иритков. Вести Чебоксары. Германия, Австрия, Лихтенштейн. Балетная труппа, театра опера и балета завершила европейские гастроли. Искушенные публики показывали не только классику «Лебединое озеро», «Спящую красавицу», «Щелкунчика», но и недавнюю премьеру – балет «Золушка». О том, как принимали нашу труппу зарубежные зрители, артисты рассказали нашему корреспонденту Наталье Егоровой. Гастроли проходили в основном в немецких городах. Начинали с Берлина, затем были Мюнхен, Штутгарт. Проездом артисты побывали в Австрии и Лихтенштейне. Аншлаги их ждали в каждом зале, билеты раскупались заранее. С привычным восторгом зрители встречали вечную классику. Но особенный успех ждал «Золушку». Этот балет изначально делали с прицелом на гастроли, и ожидания нашей труппы оправдались. Большая радость, потому что не всякому даже столичному театру удается вывезти за границу на гастроли какие-то авторские работы. В основном всегда возят классические произведения, связанные в основном с балетами Чайковского. Это большая удача для нас и большая честь. Для европейцев версию «Золушки» сделали более динамичной, без характерных цезур – пауз, который зрители обычно используют для аплодисментов. Поэтому часто можно было, потому что действия продолжаются. Особенно благодарные зрители их ждали в городах, куда редко заезжают балетные труппы, и где подобных спектаклей не было уже несколько лет. Вот уж где аплодисменты долго не смолкали. Очень много было среди европейцев русскоязычной публики, которая старается гастроли бывших соотечественников не пропускать и приобщать к этому искусству детей. Они же чаще всего и стремились попасть за кулисы и выразить свою признательность артистам. Бывает иногда, что кто-нибудь из русских зрителей тайком пытается пройти за кулисы. Мы всегда, конечно, очень рады этому. Иностранцы так не делают. Для Ульяны Альпидовской это вторая из зарубежной гастроли в жизни. Она дебютировала в партии одной из вредных сестер «Золушки». Зрители вообще нас воспринимал, несмотря на то, что мы не первый год ездим, очень-очень хорошо. Русские всегда нам говорят, молодцы, нам очень нравится, приезжайте к нам еще. Гастроли продолжались полтора месяца. Но и в родных стенах у артистов для отдыха нет времени. Пора готовиться к балетному фестивалю и ставить новые премьеры. На этом наша программа завершается. Я желаю вам интересных событий и только хороших вестей. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин